Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами протеерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 20 стих 50 главы книги Бытия. Иосиф в конце истории обращается к своим братьям с такими словами «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, чтобы теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Эти слова каждый раз преподают нам урок мудрости, как относиться ко времени и как относиться к проживанию. Иосиф здесь совершает что-то необычное. Он открывает себя братьям, он знает, что братья испытают шок, чувство вины. Им будет очень горько осознать, что тот, которого они хотели погубить, теперь перед ними и их судьба в его руках. Но в ответ он предлагает совершенно другое прочтение прошлого. Итак, Библия дает нам урок того, как можно по-новому прочитать прошлое и прочитать настоящее. И Иосиф обращается к прошлому в свете того, что свершилось в конце этой истории. В параллельном месте, в 45 главе, он тоже братьям говорит похожие слова. «Подойдите ко мне». И они подошли. Он сказал им, «Я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет, но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда. Потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». И дальше он объясняет смысл происходивших событий. И здесь очень важный момент. Иосиф указывает, что помимо братьев и помимо его в этой истории было другое, главное действующее лицо, о котором люди легко забывают. Главным действующим лицом в истории людей является Бог. И когда ты вдруг это понимаешь, то история обретает совершенно другое звучание. И главное, что эта история перестает быть как бы закрытой банкой, в которой мы оказались, или ловушкой. Всегда есть какой-то выход, есть перспективы, о которых позаботится Бог. И только Он сможет открыть эти перспективы. Потому что история, которую он рассказывает братьям, представляя ее как историю спасения, Буквально перед этим он пересказал своему товарищу в тюрьме и говорит, «Я был украден из земли евреев, хотя я ничего не совершил». Точно так же я ничего не совершил такого, за что меня можно было бросить в темницу. Таким образом, эта история о похищении, несправедливости, насилии, ненависти братьев, вдруг в конце обретает совершенно другое истолкование и другое значение. Эта история ненависти становится историей божественного промысла, божественного искупления. Потому что главным действующим лицом является Бог, а не братья. И очень важно, что мы должны тоже понимать, мы являемся частью какого-то большого плана. У Бога есть замысел, и Он направляет течение истории. И даже то, что начинается очень плохо и трагически, всегда может иметь совершенно неожиданную развязку. И здесь психологически очень важный вопрос, как относиться к ошибкам прошлого. Нужно ли себя винить? Иосиф говорит братьям, нет, не вините себя, и пусть всякий страх уйдет куда-то в сторону. У меня нет желания вам мстить. Иосиф как бы говорит, я выбираю будущее, я выбираю жизнь. Хотя, конечно, может быть, мы бы на его месте и захотели сводить счеты с теми, кто нас обидел. Почему? Потому что он осознает, что его жизнь направляется какой-то другой силой, которая превосходит всякое наше понимание. И именно поэтому он в конце и говорит, вы затеяли очень злое, и это было насилие, но Бог распорядился иначе. Из того зла, которое совершили вы, из тех букв, которые мы пишем кривым почерком, Бог способен сделать прекрасную каллиграфию, направить ко спасению. Даже из зла он способен сделать источник спасения. Важно не забывать о том, кто является главным действующим лицом в истории. Мне бы хотелось вернуться еще к этой детали, отношении к прошлому. Конечно, мы с вами привыкли, что время асимметрично. Мы можем повлиять каким-то образом на наше будущее, потому что есть всегда возможность выбора, что-то совершить. Но прошлое, оно уже совершилось, и исправить там ничего нельзя. Поэтому вот такая асимметрия. Иосиф говорит о совершенно другом восприятии времени. Наше восприятие прошлого, его тоже можно исправить. Оно определяется тем, как мы будем себя вести в будущем. Всегда есть возможность совершить нечто, что наполнит твое прошлое совершенно другим светом. И даже история насилия, история заблуждений, зла может превратиться в историю спасения, в зависимости от того, как ты предполагаешь жить дальше, и что ты хочешь сделать с этой историей. Подтверждений этому очень много. Вы наверняка слышали истории выдающихся людей, которые достигли невероятных успехов в жизни, которые в начале пути были неуспевающими учениками, их выгоняли из университета, их увольняли с работы. Но в результате они выбирали другой жизненный путь и занимались именно тем, чем им нужно было заниматься. И слава богу, что тебя выгнали из университета, куда тебя пристроили родители, потому что в конце концов Бог тебе помогает заняться тем, к чему ты действительно призван. Тебя уволили с работы, но тебе дают возможность открыть твою собственную фирму и заняться творчеством, которое никакой бы работодатель тебе не предоставил. И даже история, когда человек, может быть, заболевает какой-то фатальной болезнью, например, онкологией, и кажется, дни уже сочтены, и что же делать в таких обстоятельствах? Но даже в таких обстоятельствах, когда время ограничено, оно сжимается, и дни сочтены, не нужно тратить время впустую, не нужно проживать как бы чужую жизнь. Даже в этой ситуации твой нынешний момент может наполниться совершенно невероятным, неслыханным смыслом и полнотой бытия. И на память приходит, конечно, митрополит Антоний Сурожский. Он время от времени говорил своим духовным чадам, что нужно спасать время. И он делился своими воспоминаниями в те моменты, когда жизнь висит на волоске, и ты понимаешь, что через несколько мгновений тебя расстреляют, и тебя ничто не может спасти, вдруг время останавливается, и оно расширяется. Оно расширяется настолько, что владыка Антоний говорил, люди думают, что время убегает от нас, поэтому им нужно все время торопиться, как мы бежим за отбывающим поездом, чтобы успеть впрыгнуть в подходящий вагон, не нужно этого делать. Время не убегает, от нас оно течет к нам. Потому что наше решение в отношении будущего всегда определяет то, что с нами произошло в прошлом, и способно искупить это прошлое. Более того, этот ход мысли становится таким терапевтическим методом. Очень много людей себя загоняет в угол с чувством вины, вот с этим пресловутым чувством вины, и как будто ты какую-то цепь стягиваешь у себя на шее, или какие-то кандалы тянешь за собой на ногах, потому что ты не знаешь, что делать с этим прошлым, оно сковывает тебя. Мы не можем его изменить, но мы можем прочитать, исходя из того, что с нами происходит сегодня, историю прошлого, и многие вещи могут оказаться намного-намного проще и прекраснее. И, может быть, другой секрет, связанный с временем, масштабировать. Вот как в современных iPad'ах можно увеличивать или уменьшать масштаб изображения, вот точно так же масштабировать для того, чтобы открывать какие-то новые горизонты, не замыкаться на каком-то узком тоннельном видении твоего прошлого, твоей ситуации, читать историю по максимуму. Это то, что делает Иосиф со своими братьями. Не нужно замыкаться на том клубке насилия, который окутал нашу семью, нужно увидеть шире. Мы спасены, и история народа будет иметь будущее, история завета будет иметь будущее. И мне бы хотелось завершить молитвой одного человека, который умирал, будучи тяжело больным, в одном из госпиталей Нью-Йорка, который дает как раз ключ к тому, что даже последние моменты жизни, исходя из того, что с тобой происходит сейчас и чем заканчивается твоя жизнь, она наполняет несбывшиеся мечты, несбывшиеся планы совершенно другим и новым смыслом. «Я просил у Бога быть сильным, чтобы добиться в жизни успеха. Он сделал меня слабым, чтобы я научился быть простым и смиренным. Я просил у Бога здоровья, чтобы совершить великие дела. Он дал мне ограниченные возможности, чтобы я совершил нечто лучшее. Я просил у Бога богатства, чтобы стать счастливым. Он дал мне бедность, чтобы я стал мудрым. Я просил у Бога быть сильным, чтобы люди считались со мной и уважали. Он дал мне немощи, чтобы я испытывал нужду в нем. Я просил у Бога спутницу жизни или друга, чтобы не остаться одному. Он дал мне сердце, чтобы я любил всех братьев и сестер. «Я просил у Бога неизвестно чего, чтобы наслаждаться жизнью. Взамен я получил жизнь, чтобы уметь радоваться всему. Я не получил ничего из того, чего просил. Но я получил все, на что надеялся, почти наперекор самому себе. Молитвы, которые я не мог выразить словами, были услышаны. «Я оказался среди людей, наиболее щедро одаренных Богом». Это написал человек, который умирал почти тяжело парализованным. И любой из нас оказался, может быть, в ситуации отчаяния. Но как только ты понимаешь, что главное действующее лицо в твоей жизни – Бог, ты вдруг видишь очень многое совершенно в другом свете. Поэтому мы можем попросить у Бога здоровья, счастья, силы, успеха, признания, спутников, друзей. Все, что мы пожелаем. Но при этом нужно быть всегда готовым, что Бог это может исполнить, иногда наперекор нам, для того, чтобы мы тоже могли сказать с чистым сердцем «Да будет воля Твоя». На портале Exegate.ru с вами был протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...